Ну вот, друзья, вот-вот-вот, все собрались. Ну, часть нашей школы, самая такая великолепная часть, школа тех будущего, будущего. Друзья, почему? Потому что, например, здесь у нас Александр придумал то, что вот в своё время Шульц придумал, аутогенную тренировку, вот там в позе кучера надо вот так вот расслабляться, а здесь Александр придумал, значит, кресло, кресло придумал, которое самое лучшее, как... Самый лучший стул. Самый лучший стул. Сядешь на него, оно, так сказать, имитирует седло. И движение. И ты, короче, сядешь, там где сядешь, там и... Оздоровишься. Оздоровишься, да. А это, Дмитрий Анатольевич Смыслов. Ну, вы, конечно, читали, смотрели, например, на арабском языке там. Дмитрий Анатольевич, где вы там на арабском языке? Как это называется? Канал Russia Today Арабское вещание. Russia Today Арабское вещание, да? Да. Ну, вы там на арабском говорите. Нет, я говорю по-русски, меня переводят. Ну, переводят, конечно, конечно. Меня на разные языки переводят, просто... Ну, это независимо от того, что Дмитрий Анатольевич сделал. Очень много интереснейших роликов. Посмотрите, пожалуйста, это будет интересно. Начиная там с очень известных, например, с Фрейдом, от Фрейди, потом, значит, еще многих-многих, например... Ну, психология, философия, социология, у меня разные темы, литература, филология, то есть там пересечений много достаточно. Ну, последние, вот, несколько курсов, они уже чуть-чуть, уже пишут, смыслов уже не тот. Вот, да-да-да. Не радует? Не радует, да, потому что у меня новые курсы появились «Вы и ваше имя», где я стал активно достать, ну, подробно, ну, как бы переводить имена и вот классифицировать их. Довольно интересно получилась работа. Сейчас, кажется, 7 лекций готовы. Или, допустим, архетипа Таро, причем к Таро это имеет весьма отдаленное отношение, архетипы ключевое, где я связал, как бы, образование психолога с образованием историка. Я связал просто по биографиям, как это все выстраивалось. На самом деле, получилась весьма любопытная конструкция, вот. И сейчас еще несколько таких довольно любопытных проектов, вот, в том числе «Психология героев русских сказок», там, где все нечто я уже прошел, сейчас богатырями занимаюсь. Вот, подробно. Успеваете, да, успеваете, да, друзья? Давайте, давайте, давайте. Вот, ну, и, безусловно, литератор. Вот, ближайший у меня будет герой этого Сухова Кобылин, очень интересный персонаж, сам по себе, он и к русскому космизму имеет отношение, ну, и, собственно говоря, как личность очень неординарный. У нас его, как бы, знают по фамилии, но толком мало кто может что-то о нем рассказать. Да, вот, а по факту очень интересный персонаж. Потом будет Зинаида Николаевна Гиппиус, я о ней хочу, вот, именно лекцию по ее биографии, потому что она писала. Женщина с удивительно цепким умом, честно говоря, очень сложным характером, но ничего не поделаешь. А, кстати, есть такая интересная история, если помните, у Блока и у Менделеевой, да, был довольно такой своеобразный брак. То же самое было у Мережковского и у Гиппиуса. То есть они, как бы сказать, физически никак не взаимодействовали. То есть это вот просто такой вот брак с точки зрения чего-то возвышенного такого вот. И в данном случае Гиппиус тоже очень интересный случай. Потом я хочу проанализировать еще какие-то будут, вот, у меня двухтомная психология семей и психогенеалогия. И там как раз вот постепенно выходит несколько довольно интересных вариантов. Это история, ну, как бы сказать, брака известных людей, допустим, разных вариаций. Там есть четыре вариации браков, вот, которые у нас в истории за 20 век были очень хорошо зафиксированы. Известно, кто-то тоже будет немножко разбирать. Ну, в общем, занимаюсь всякой ерундой. Что значит четыре брака? Четыре вида брака. Да, что это значит? Это потом. Ну, хорошо, хорошо. Ну, скажите, пожалуйста, вот Ахматова, она сказала, по-моему, так, что любовь – это смерть. Мне нравится в Ахматове другое, когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, неведая преград. Вот это мне больше нравится, потому что сама логика, как человек рождает гениальные, совершенные идеи из какого-то мусора абсолютного. Есть несколько примеров, ну, допустим, Джеков Леви Марино, он же Яков Леви Марино, или Яков Марино. Крутой, да, крутой, крутой, да, вот. Не зря, не зря же я вас. Он как-то раз сидел в парке в Вене и кушал булочку, а рядом дети играли в дочке-матери. Марино подавился, закашлялся и чуть не задохнулся. И пока он кашлял, ему в голову пришла интересная идея. А почему бы взрослых не заставить играть в дочке-матери на сцене? Так появилась психодрама. Психодрама. Это, вот, казалось бы, банальный случай. Я думаю, Марино, Марино, Каса Марино, да. Ну, параду можно называть, на самом деле, на каждом языке параду. Я хочу показать книгу нашего Дмитрия Анатольевича Смыслова. Это сейчас там, изображен. Кто там изобрал? Ну, это Бертильон. Вот, автор Бертильонажа, который у нас сейчас более известен. Ну, что-то сохранилось из того, что когда-то прилагал. Это дактилоскопия, то есть это отпечатки пальцев. Но по факту это внук академика, французской академии наук, ботаника. Вот, и когда-то маленький Бертильон сидел в ногах у своего великого деда, а тот разбирал гербарий, классифицировал их. И вот через несколько времени, по прошествии 20 лет, Бертильон, личной жизни нет, характер дурной, работает в полиции клерком, ничего интересного нет. И вдруг ему приходит в голову идея. А почему бы нам не классифицировать преступничков? Именно классифицировать. У полицейских и так работы много. А он тут инновацию прыгнул, говорит, давайте мы вам еще усложним жизнь, чтобы еще сложнее вам было работать. Разумеется, полицейские были как-то не очень довольны этой идеей. Но, как ни странно, с его характером это удалось. И постепенный Бертильон, вот здесь даже на обложке, как раз это его метод. Если вы внимательно посмотрите, вот здесь есть поддержка для головы. Вот она. То есть это, чтобы голова правильно держалась ровно. И вот, на самом деле, допустим, кузен Чарльза Дарвина, сэр Фрэнсис Гальтон, в 1886 году приехал к Бертильону, в Париж, нарочитый только ради того, чтобы тот его по своей системе прогнал. И остались фотографии. Кажется, у меня даже в этой книжке есть. А ну а Гальтон все-таки это гений. Безусловно, гений. Психология. Хотя, многие говорили, что он неординарный в разных вопросах. Сейчас попробую найти. Да, ты, пожалуйста, пока посмотрите. Ну вот, сэр Фрэнсис Гальтон, вот он. Вот этот вот товарищ. Это кузен Дарвина. Вот насчет Дарвина можно вопрос? Конечно. Тут такие споры идут в интернете. Сейчас же все переосматривается, перерассматривается с разных точек зрения. Интернет, так сказать, вывел людей в новую реальность, когда могут вам доказать, что то, что вам казалось нормальным, ненормально. Оказалось, что ненормально, нормально. Старая добрая софистика. Да, да, очень много всего. Например, сейчас говорят, против Дарвина и против Эйнштейна. Очень много бочку катят. А кто? Кто? Судьи, кто? Эпилептовик. А, тогда ладно. Да, вот уже характеристика психологическая кому-то. Продолжайте. Да. Без вас было бы сложно. Так вот, вопрос. Я недавно смотрел там о нашем таинственном мире чудесном. Есть такая вот, кто хочет, смотрите там в интернете, там очень интересно, что палец, отпечаток пальца, как раз таки узор дерева, если его так, когда его спилишь, вот этот вот кольца. Так же, как у студента. Интересно, правда, вот это. Ну, это фрактал, это идея фрактала. Мандель Брод, ведом Мандель Брод, математик, который занимался террорией хаоса в своей бытности, программист IBM. Он изначально, вот его исследование, теория хаоса, мы знаем, хаос всегда стремится к упорядочению. Да, то есть вот, и в своих статьях я тоже писал. Банальные примеры. Хаотичная система, допустим, это пробки. Второе, это интернет. И там, и там есть свои закономерности. Пробка может ни с того, ни с сего создаться и потом рассосаться. Причем никаких вот реальных причин для этого нет. Мало того, каждый, кто принимает участие в данном процессе, является всего лишь навсего участником, никак не контролирующим. То есть это своя какая-то закономерность. Вот Мандель Брод попробовал сначала этот хаос несколько описать, после этого вывел это на языке формулы и даже сделал это на языке изображений. Получилось нечто психоделическое. Вот эти вот спирали. Откуда я пошел названием? Фрактус, фрактал. То есть это ломаная кривая. То есть учение энтропии. Вот. И, соответственно, вот такая логика была. Кстати, потом он написал, что все, ну, микрокосмом и макрокосмом, если мы вспомним, вот, философию, допустим, или вспомним хотя бы изумрудную книгу Кермеса Тресмегиста. То, что внизу подумано тому, что наверху, а то, что наверху подумано тому, что внизу. Да, то есть это все является общей моделью. То есть это слишком похоже. То же самое Мандель Брод. Вот фамилия элементарно запоминается. На самом деле немцы говорят, это все-таки миндальная булочка. Я говорю, нет, друзья мои, он из Латвии. В смысле он из Литвы. И сам он еврей, поэтому Бенуа это Бенджамин или Вениамин. Да. Вот. А Мандель Брод просто брат Менделя. А Дмитрий Анатольевич просто сын известного от мира. Это не важно. Ну как это, не важно. Все-таки какие-то генетические, генетические. Все-таки, да. Вот. И Мандель Брод пришел к выводу, что все то, что мы видим, допустим, микрокосм, это микромир или макрокосм, это космос, построен по принципу фракталов. То есть все по принципу фракталов. Мы в стакан, допустим, наливаем воду, капаем чернила, и они начинают по принципу фракталов распространяться. То есть фрактал везде. И вот, когда Хосе Магомедович говорит по поводу описания, допустим, отпечатков пальцев, это тоже в некотором плане фрактал. То есть это повторение фракталов. То есть фрактус кривая. По Мандель Броду, ну как бы сказать, симметрии не существует. Мы говорим золотое сечение, у художников есть, да, вот, а в природе его не существует. Мы все асимметричны. Мало того, мы одеваем очки, они у нас немножко криво. Почему? Одно ухо выше, другое ниже. Мы так сделали, как могли, так и сделали. Давайте временно. Это пройдет. Напряжение в ткани. Там, после крематория, все будет хорошо. В общем, надо подождать. Но дело немножко в другом, что вот эта асимметрия немножко, безусловно, присутствует. Но самое главное, к чему пришел Мандель Брод, что само по себе это создаться не могло. То есть должен был быть создатель. Он пришел к открытию Бога. Что кто-то, вот какой-то разум, все должен был создать. Само по себе это не могло никак развиться. Поэтому Дарвин в некотором плане... Кстати, с Дарвином тоже была очень интересная история, потому что был такой очень забавный персонаж Дюшин в 60-е годы XIX века. Есть много фотографий, можете посмотреть в интернете. Дюшин очень любил бить током своих пациентов по лицу и фиксировать их мимические отражения. Целевстремленная личность. Вот. Мы бы сейчас сказали садист. Ну, а тогда считалось просто врач. Вот. И он, соответственно, таким образом изучал мимику. Как... Фризов, резал детей. Да? Правда, он разумеется. Да, резал детей на живую. Из детских домов брал никому не нужных детей, как собак. Препарировал в учебниках. В учебниках. Это подожди. Ну, вы даже с днем и в души было. Это было в кулшах? Мы отвлекаемся. В башне молчания? Нет, они помнят. Нет, отхода это, отхода это. Это из учебников по анатомии и физиологии. Александр, вы из какой страны? К счастью, из этой же. Ладно, пусть будет так. Ну, в общем, Дюшин, вот эти фотографии со своими пациентами. Ну, даже здесь у меня есть книжки, вот эти фотографии. Ну, я бы сказал, выглядит немножко напряженно, сложно выглядит. Вся эта картина. Вот они, вот они фотографии эти. Вот тут он бьет током как раз своих пациентов. Это вот женщина бьет, тут мужчина бьет током. У них меняется... Ну, наверное, он не зенка, не зенка, нет? Да, нет, он очень ласково, нежно, с большой любовью. Вот, если бы был электрошокер, он был бы еще более счастлив. О, да. Потому что в наше время уже все упрощается. А там приходилось как раз вот... Но проблема в чем? Как-то раз эти фотографии, вот с исследованием Блюшина, попали на стол Чарльза Дарвина. И тот был настолько очарован этими вещами. Вот потом к Дарвину, как, ну, как бы, к известному человеку, приходили люди на чаепитие. И перед тем, как пить вместе чай, он раскладывал как раз фотографии с экспериментами Дюшена, людям, чем их, ну, слегка шокировал. И просил, а теперь на листочке напишите, что за эмоции на этой фотографии, на этой, на этой. Через несколько времени вышла как раз у него книжка, называлась она «Эмоции у животных, у человека и животных». Вот та самая история, то есть, вот, когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая преград. Вот из какого-то, казалось бы, случая, получается довольно интересный исследователь. А вот интересно, люди все-таки от обезьяны произошли? Если они считают... Те, кто считают, точно от обезьяны. Вот. Там разные подходы. Нет-нет-нет, но у нас же есть гримасы, например. Даже кошки зевают. И студенты зевают, я тоже наблюдал. И студенты зевают, но это же линия, вот эта вот, биологическая. Тунуку не зевают. Ну, смотрите, у нас есть линия зевают. А если, допустим, говорят, нет от Бога, ну, так разве Бог не мог сделать это через животных? Ну, микрокосмом, макрокосмом. Собственно говоря, человек создан по образу и подобию Божьему, да? Если мы помним. То есть это, собственно говоря, очень похоже. Но мы, допустим, смотрим лесо человека, как и у мейла, да, перегородка между носом, альфакторика, это нюхач, это запахи. Какой из человека нюхач? Ну, сложный. Наверное, только инспектор ГИБДД. Вот. Это только единственный момент. А в остальном, ну, запахи, это что? Это, ну, может быть, что-то связанное с косметикой, как один из вариантов, да? Да, вот. Но мы знаем, что люди по-разному пахнут и так далее, да, вот эти моменты. Но у человека это притуплено, обоняние притуплено. Дальше. Мы смотрим Дарминский бугорок. У кого-то присутствует, у кого-то нет. Когда вижу его, я сразу спрашиваю, есть музыкальное образование? Как правило, говорят, что есть. Ну, покажите. Дарминский бугорок вот он. Чтобы вы все поняли, о чем он говорит. А, ну, там все равно не видно. Ну, здесь он находится, небольшой такой бугорок, то есть бугорок. Да. Вот. Вот это атовизм, это бывшая мышца, которая когда-то двигала ухом, когда нам эволюционно было нужно. То есть мы видим, что, собственно говоря, у нас, ну, Аппеникс помнит то же самое. Да? Мы в английском говорим, Аппеникс это приложение. Вот такое приложение и присутствует, да? То есть это все равно указывает на то, что эволюционно человек все равно, безусловно, очень много взял на себя с точки зрения эволюции. Но откуда именно и от кого он произошел, здесь много вопросов. Это такой вопрос. Это слишком спорный вопрос. Есть два вопроса главных таких. От Бога или, так сказать, от биологии снизу? Дарвин говорил, а где биология снизу? Ну, а его двоюродный брат, сэр Фрэнсис Галликн, говорил немножко другое. И он гораздо более интересен. Гениальный был персонаж. С Дарвином была какая проблема? Родственники-то посчитали, что с головой проблема у Чарльза. И нужно куда-то его послать. И поэтому удалось, как бы, вот этот корабль Бигель, на котором он на несколько лет в кругосветку отправился. Они думали, он вылечится. Вот, а он вернулся с Тюмор. Корабль заболел, да? Ну, Бигель, Ищейка, как бы, да? То есть, вот это та самая история. Слушайте, друзья, дело в том, что кто верит, во что верит ради Бога, тут мы не касаемся ни Бога, ни обезьян, никого не касаемся. Кому как не нравится. То есть, у каждого есть своя точка зрения. Просто есть такой компромиссный вариант. Например, Бог через животных сделал человека. Так же тоже может быть. Мы же не можем знать, как он хотел, чего хотел. Кто во что верит, пожалуйста, верьте. А у нас много в той же самой фантастики, если мы вспомним остров Доктора Моро, если мы возьмем Герберта Уэллса, допустим, да, то есть, или ферму животных возьмем, да, то есть, здесь много таких интересных пресечений. Кто мы? Больше, но мне больше нравится другое. Вот, чем больше человек работает с людьми, тем менее человек ему становится. И чем больше он работает с животными, тем больше человеком он становится. Вот парадокс. У моего дедушки всегда была собака. Сначала был такой кутанский волкодав. Ну, такие, которые чабанов охраняют. Которые отара охраняют. У чабанов бывает такое. Потом, по мере того, как дедушка старел, силы уменьшались, у него собака становилась рядами, все меньше, меньше, меньше. И в конце концов у него был чернушка в кармане. Китайская такая собачка с такими ушками, глазками такими. Она из кармана гавкала. А потом, когда дедушка совсем застарился, у него появилась коза. Вот коза, вот дедушка сидит на лавочке, здесь береза, здесь лежит коза. Дедушка встал и пошел, коза тоже встала и пошла за ним. Я считаю, что поскольку дедушка был очень добрый у меня, у него всегда были животные, и я родился, и у нас всегда рядом было. И дерево, и тутовое, и абрикосовое, и там много початков кукурузы, и прочее. И речка, и бабушка, которая нас все время заставляла трудиться. Хотя дедушка был с орденом Красного Трудового Знамени. Но он говорил бабушке, дай детям играть в детстве. И вот поэтому, что были животные. Да, и кошечка. Я помню, бабушка сидела за машинкой швейной, тогда была машинка Зингер. Они сейчас есть. Бабушка, да. И вот клубок нитки распутывался, и котеночек все время прыгал. Это фантастика, как маленький котеночек прыгал. Это просто такая жизнь, как солнечный зайчик. Правда, друзья? Пожалуйста, выходите. Скажите, пожалуйста, ваши ролики. Куда выходить? Да, Дмитрий Смыслов психолог в интернете. У меня слишком много. Психологический канал ВКонтакте, в Ютубе, ну и так далее. Слишком много Смыслова бывает? К сожалению, да. Дмитрий Анатольевич Смыслов в интернете очень много. Как еще вы сказали? Смыслов. Нет, нет, вот этот канал, канал Смыслов. А, психологический канал. Ну, там легко найти. Да, легко найти, легко. Так, Александр. Фомин.ру. Все просто. Фомин.ру. Александр Фомин.ру. Да. Специалистаря. Так что, друзья, до следующей встречи. В хорошем настроении. Да, в хорошем настроении. Вопреки всем обстоятельствам. До встречи, друзья. Так, кстати, недавно мне сказали, чтобы у вас все время было хорошее настроение, иметь в виду всех, каждого из нас. Чтобы мы всегда были в стабильном состоянии. Это как? А просто. Что бы ни случилось, мы знаем, что нужно сделать, чтобы восстановить свое нормальное творческое состояние. До встречи, друзья. До встречи, друзья.